всем привет это четвертое видео в серии из видео в которых я сравниваю квартиры в жк нагорный и жк высота сегодня сравниваем самые большие двушки которые я смог найти и там и там поехали самые большие двухкомнатные квартиры которые мне удалось найти на этих двух залах замечательных сайтах это двухкомнатная квартира в нагорном 90 квадратных метров стоимостью 11 миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят рублей и самая большая двухкомнатная квартира которую я смог найти на сайте высоты это семьдесят семь квадратных метров и стоимостью девять миллионов пятьсот десять тысяч шестьсот сорок один рубль прослеживается в общем-то одна закономерность квартиры в нагорном больше сразу же на несколько квадратных метров ну что давайте сравнивать начну с окон как это водится в нагорном всего-навсего три окна несмотря на большую площадь а вот высоте аж целых пять штук пять окон ребята это настоящий подарок и тут я хочу сказать что солнечный свет в наших квартирах это самое ценное что может быть вообще дизайн мы можем придумать любой стены покрасить во что угодно мебель занести на что хватит денег потом заменить принести новое обновить интерьер а вот солнце вы никак не добавите вот его есть столько сколько есть поэтому солнце это самое ценное что у нас есть и вот уже сразу же вот вот сразу же двушка из высоты побеждает по этому показателю но посмотрим что же нас ждет при входе в квартиру жека нагорный заходим 9 квадратных метров прихожая почти правильной формы прямо идеально напротив хороший шкаф они его называют гардеробный но я бы не стал этого делать просто сделал бы шкаф и у меня осталось бы хорошая большая нарядная прихожая и это здорово слева консолька справа креселка на которое можно сесть но это же просто подарок ну молодцы ну вот можете же ребята можете ну просто подарок что высоте ребята высоте прихожая это какая-то странная замысловатая фигура из тетриса вот вот посмотрите что что это такое вот вот мне кажется даже вот воспаленный мозг этих придумщиков этой игры не смогли создать такую фигуру потому что ее поставить просто некуда а здесь она появилась в общем что получается получается что мы заходим в прихожую здесь есть ниша в которую мы поставим вот так вот шкаф он конечно же катастрофическим мал больше места здесь нету просто физически чтобы куда-то поставить шкаф ну может быть микро консоль к еще влезет и все дальше коридор через который мы будем передвигаться и в этом коридоре место под что-то нет но может быть какой-то узкий там но под обувь например вот собственно и все короче говоря прихожая здесь и форма ее и размер гораздо хуже чем в нагорном ну однозначно дальше общее пространство заходим в общую комнату жека нагорный кухня столовой 25 квадратных метров ребята вот такие пространства честно говоря я не очень люблю ну в смысле квадратных метров может быть и достаточно не так чтобы разгуляться но 25 это знаете не 18 то есть уже можно поставить более-менее мебель они нравятся вот мне что одно окно и одно в торце комнаты понимаете то есть света у вас будет мало кухня где мы чаще всего проводим время будет самое темное место в этой квартире и в этой комнате все в тени и все усугубляется тем что здесь еще и лоджия то есть одно стекло лоджия второе стекло понимаете да а вот высоте целых три окна три и это настоящий подарок друзья квадратных метров чуть-чуть поменьше 24 против 25 но здесь три окна ну это же чудо прямо правда ведь это же прямо совсем другие ощущения но по моему красота в общем только за это побеждает жека высота три окна супер идем дальше у нас еще две жилые комнаты предполагается одна для дитя другое для родителей смотрим что в нагорном 18 квадратных метров предлагается отдать ребенку и это классно скажу я вам а вот в высоте 14 и 6 квадратных метров ну чуть-чуть похоже но я думаю что дитя стерпит так сказать слюбится стерпится в общем нормальная площадь 14 квадратных метров нормально конечно 18 и 7 лучше сейчас давайте сравним очень важный параметр такой как мастер спальня для родителей это очень важное пространство знаете ли что в жека нагорный в жека нагорный позаботился о родителях и они могут себе позволить мастер спальню то есть мы можем здесь себе построить гардероб здесь у нас своя ванная свой отдельный вход мы можем сделать и в общем все чудесно получается отдельно вход в гостевой санузел он же детский в общем красота и все хорошо ванна пять с половиной квадратных метров оставшиеся три и два квадратных метров что в высоте здесь есть санузел 2 и 7 квадратных метров здесь поместится только унитаз и раковина душевая уже не влезет и ванная 5 квадратных метров и в общем такая конфигурация которая не позволяет сделать мастер спальню есть просто две отдельные комнаты и есть отдельно ванна и есть отдельно санузел ну короче вы поняли да жека нагорный победил у него есть мастер спальня в жека высоте спальни нету вот как выбрать чтобы была мастер спальня но не было света в гостиной или чтобы был свет в гостиной но не было мастер спальни вообще дилемма вот для меня дилемма я даже не знаю как выбрать в общем выбирайте сами напишите в комментариях что вам больше понравилось либо то либо другое и почему на этом все ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал всем пока да пребудет с вами муза